Сегодня мы поговорим о ценах на лекарства При этом мы не будем рассказывать из чего складывается цена и кому выгодно их подражание Это не раз обсуждалось до нас Наша программа намерена показать реальную ситуацию в аптеках Сколько стоят таблетки и мази и кто занимается необоснованным завышением цен Неужели поход в аптеку можно сравнить разве что с экстремальной прогулкой? Правда ли, что цены могут напугать до сердечного приступа? Почему народ не может понять, от чего одно и то же лекарство стоит на 600-700 тенге дороже, чем везде? Допустим, или разница в цене и какие лекарства защищены от подражания? В программе «Четвертая власть» расскажут сотрудники фармконтроля В Алматы в начале апреля этого года между городскими властями и представителями фармрынка был заключен меморандум Где говорилось, что 200 видов лекарственных препаратов в городе не подражают ни в коем случае Это относится к некоторым видам антибиотиков, обезболивающих, жаропонижающих, а также бинтам и шприцам Документ был подписан в целях удержания цен на жизненно важные препараты Новость алматинцы восприняли неоднозначно Хорошая новость! Реальный показатель социальной ответственности перед населением и социально уязвимыми слоями населения Тухта это все! О каком сдерживании идет речь, если, например, диоксидин стоил 350 тенге за пачку, а теперь полторы тысячи за пачку? Оборзели эти фармацевты совсем? Хорошо было бы, а то болеть дорого Господа фармацевты, зная заранее о сей ситуации, намеренно взвинтили цены до 1 марта И отчего? На практически любой товар, продукцию в подостане цены всегда выше Причина? Никто не желает ее указывать, но производители все просят защиты И каких-либо оснований завышения цен никто никогда не указывает Хорошая новость! Особенно одиноким старикам и пенсионерам Суть меморандума такова, что все, что прописано в этом меморандуме, цены, они не должны превышать установленных цен Согласно этого меморандума, все препараты строго по этим ценам, фиксированным, должны отпускаться из аптек Любой формы собственности Эти списки, более того, должны висеть в аптеках, в поликлиниках, в стационарах Чиновники также рассказали, что с августа месяца ежедневно проверяется аптечный рынок Нарушений, говорят, с того времени замечено не было Напротив, ревзоры нашли аптеки, где лекарства из списка продавались даже дешевле Программа «Четвертая власть» решила убедиться в этом лично Обзвонив несколько аптек по списку, мы и правда услышали от некоторых провизоров цены, ниже установленных меморандумом Скажите, пожалуйста, по ценам можете меня проконсультировать? Сколько у вас стоит раствор аммиака? Аммиака на сколько? Да, 20 мл 30 тенге Сколько у вас стоит кетанов в таблетках? 10 мг номер 100 Кетанов 1650, один пластинка 165 тенге Сколько стоит линекс в капсулах? Так, 2370 Матинорм в таблетках 10 мг за номером 30 10 таблеток 456 тенге 456, а говорили, что 1380 врач 30 таблеток, у нас 30 таблеток 1370, а осталось 10 таблеток Но вы можете вместо матинорма, у нас здесь и мотелиум есть, и домелиум Много препаратов, которые дешевле, и точно такой же сам можете заменить Стоит отметить, что огромной разницы в стоимости лекарств по списку меморандума мы не выявили Разве что тот единичный случай, где лекарство, которое стоит 680 тенге, мы нашли за 880 Или, например, препарат за 2660 тенге продают за 3370 Последнее может быть дороже, скорее всего, из-за производителя Об этом в департаменте фармконтроля нас и предупреждали Но в то же время хочу сказать, что цены, значит, здесь могут немножко варьироваться от дозировки От фасовки, допустим, какой-то препарат, допустим, таблетки 5 миллиграммов Не могут по одной цене стоить А, допустим, препарат 10 миллиграммов уже таблетки, допустим, сердечно-сосудистые Уже могут по другой цене, потому что различаются уже дозировки Кстати, населению известна и другая разница Часто возмущение вызывает то, что одно и то же лекарство оценивается разной стоимости И в этом мы убедились тоже лично, собрав несколько жалоб на различные препараты Ими оказались терафлю, перталь и дюпостон Также в список были внесены дешевые лекарства от простуды Антигриппин, аспирин и парацетамол Выписав их на бумагу, мы попросили провизоров собственноручно расписать их стоимость Могли бы мне расписать, а вот цены, сколько это стоит? Ого, а почему такая разница? Аж в 600 тенгер В другой аптеке, в этом, Дюфастан, 4600 идет Ну, знаете, когда закупили, смотря Ты еще старый, да, у вас? Да, закупал, ну, после первой девальвации вот А уже после вот этого сейчас такие цены Ну, знаете, цены будут все равно разными Там, допустим, будет оптом брать, розницу брать Тоже имеет значение В некоторых складах есть, допустим, скидки Наша фирма вот, с кем постоянно работает Скидки определенные имеют И поискать надо, и дешевле надо брать Почему так сильно разница в аптеках? Вот эта вот 4, эта 500 все-таки нашла Видите, у нас оборот быстрый, у нас быстрый закуп Удет, у нас по новой цене, у нас А вот и результат, обратите внимание Цена Дюфастана 4500-4800 деньги Но можно найти и за 3970 возле 12-й городской больницы За 4800 мы купили во второй аптеке на Габдуль на Узово Я думаю, что может быть от того, что вот они, допустим, у кого-то свое собственное здание Да, у кого-то кто-то арендует И как бы он экономически, может быть, он уже вот вложил Это самое, вот цену своих расходов в цену препарата Вот я так думаю Но это не должно быть, потому что на сегодняшний день Наценка на импортные препараты не более 20% Вот именно об этих 20% мы поговорили с алматинцами Вы знаете, сильно Мы вот на Гагарина социальное это вот сравниваем Даже, ну вот Получается, даже в социальных аптеках сильно повысились цены? Нет, нет Вот туда мы и ходим А на сколько повысились цены? Насколько это по карману вам бьет? Ну, например, если какое-то лекарство стоит здесь 1600 А там он стоит 1280 Повысились цены, ну, на витамины, допустим, на 600 тенге Ну, то есть мы теперь будем очень больными, наверное, все Повысились цены на активированный уголь То есть, сами понимаете, самый важный инструмент студента А я вот это купила, вот это, интерфурмаза Раньше было 400 тенге, а сейчас это 560 тенге Жить тяжелее, но мешает В департаменте фармконтроля предлагают другой выход из этой ситуации Не пренебрегаясь заменителем Ведь дешевле не значит хуже Не обязательно покупать дорогие Причем они, в общем-то, тоже эффективные, безопасные Вот сертифицированные препараты Поэтому опасаться не стоит Они все, подтвердившие свое качество, хорошие препараты Более того, по низким ценам Вот они, в общем-то, точно так же могут заменить импортные препараты Вот просто они, как бы, это самое дешевле И, может быть, как бы и дешевле И в то же время качество у них, в общем-то, это самое неплохое Эти же лекарства, то есть заменители, вполне могут быть в числе тех 200 А с полным списком препаратов можно ознакомиться на сайте департамента фармконтроля В любой поликлинике и аптеке В списке указано наименование товара, дозировка и производитель лекарства Если же горожане столкнутся с необоснованным повышением Можно смело обращаться в департамент фармконтроля Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...